Не могут прийти к общему мнению жители и собственники помещения в Казанском общежитии на Ершово, 28. Спор возник из-за ремонта. Дом привели в порядок снаружи, а внутри так и остался бардак. Управляющая компания винит во всем коммерческие структуры, расположенные на нижних этажах, а те в ответ жилищников. Наша съемочная группа разбиралась с ситуацией. Это был, и все текло. Этот угол, и этот угол все заливало. Новая кровля не выдержала проверки на прочность в первый же месяц. На кухне снова был потоп, говорят жильцы. Поэтому пока не ремонтируют потолки в своих комнатах. То ли еще будет весной. А вот из кранов вода течет плохо. Внутридомовые сети давно пора менять. В удручающем состоянии и сами места общего пользования. После пожара здесь не провели даже косметический ремонт. Берут, за все берут. А никто ничего не делает. Все от нас отказываются. Проблемный дом, сказали. Тогда вызывали слесаря у нас тут две недели потоп был. Они сказали, деньги заплатить, купить это и это. За свой счет делайте. Хотя мы же платим за все. Жильцы занимают лишь верхний этаж дома. Остальные три отданы коммерческим структурам. Те оплачивают свое потребление коммунальных услуг. А вот за содержание, ремонт и эксплуатацию жилого здания денег уже не выделяют, говорят в управляющей компании. В случае аварии выезжает наша аварийная служба, или наши подрядные организации, для того, чтобы обеспечить жильцов четвертого этажа, потому что это опять-таки на них повлияет. А коммерческие структуры за это не оплачивают. То есть как бы жильцы по счету фактуры это оплачивают. То есть получается такая патрульная ситуация, что эти коммерческие структуры сидят пока на сегодняшний день за счет жителей четвертого этажа. Однако у коммерсантов своя точка зрения на вклад в обустройство здания. Мы собирали на собрание несколько раз. У меня даже имеется протокол совещаний. И мы оплачивали за ремонт фасада и кровли. Это все у меня имеется. И расписка, то что они это все у меня в денежки брали. Пока коммерческие структуры и управляющая компания решают, кто и сколько должен платить на содержание здания, страдают жильцы, которые своевременно платят и за коммунальные услуги, и за ремонт здания. Светлана Салманова, Василия Худина, Марсель Кадыров. Вести. Татарстан.